в нашем книжном клубе, где сегодня Михаил Владимирович Дмитриев, известный друг нашей библиотеки, почитает лекцию о истории Белоруссии и ее связях с Великим Княжеством Литовским. Рады вас приветствовать. Спасибо большое. Это очень приятный повод. И вот я вижу уже многие знакомые мне лица, но так окажется, что все равно я не буду повторять то, что мы говорим в других курсах, потому что мой курс, с которым вы связаны, он совсем о другом на самом деле. А, конечно, оказалось так, что Иван попросил меня выступить с такой темой, по-моему, еще даже без всякой связи с нынешней ситуацией в Белоруссии, а когда ситуация, вернее, тема такая возникла, я сказал, что я, конечно, могу говорить только о том, что находится в большой глубине исторического времени, так, собственно, и будет. И вот название, согласованное с администрацией библиотеки, это Белоруссия, Великое Княжество Литовское в истории и в нашей исторической памяти. И вот вторая половина важна в нашей исторической памяти. И первый вопрос, который я ставлю, и дальше в течение всей лекции нашего обмена мнениями, я буду следовать постоянному плану, чтобы легче было воспринимать то, о чем мы говорим, то, что я представлю. И вот первый вопрос, который я ставлю, это в чем мы, собственно, хотим разобраться. Я вот когда сегодня уже перед отъездом завершил окончательно этот план, потом подумал, вспомнил, что это совершенно не то, что я написал вот в анонсе, который был передан в библиотеку, потому что в анонсе было написано, какое место в нашей исторической памяти занимает Беларусь. Ну, правильно, какое Великое Княжество Литовское, а какая Литовская Русь. И как эти образы нашей исторической памяти соотносятся с тем, что было на самом деле. Чувствуете, что в постановке вопроса есть сразу такая заковыка, что, скорее всего, наши образы исторической памяти не соотносятся точно с тем, что было на самом деле. Эти вопросы слишком обширны, чтобы охватить в одной лекции, поэтому разговор пойдет лишь о некоторых важных и особенно острых сторонах дела. Что представляло собой Великое Княжество Литовска, ядром которого оказалась именно будущая Беларусья в 14-16 веках, какое место в нем занимали белорусские земли, белорусские города, дворяне, крестьяне, духовенство чуть позже, в 16-18 веках, после Люблинской унии 1569 года, то есть в эпоху Речи Посполитой. Где, собственно говоря, начинается Белоруссия, а где кончается Украина, или наоборот, где кончается Украина и где начинается Белоруссия. Кого источники наши в 17 веке называли белоруссами? Ну, я тут сразу немножко забегу вперед, вдруг кто-нибудь мне знает, скажет, вот чем, кого называли источники в 17 веке, в первой планете 17 века, в эпоху Богдана Хмельницкого, белоруссцами. При том, что вы, конечно, знаете, что после Переславской Рады, как раз, значит, в титуле московских правителей, московских царей, появилась, значит, цари всей Аруси, значит, Малой Руси и Белоруссии. Кого называли белоруссцами вот в это время? Ну, вот, поскольку вы мне не отвечаете, я на умен, но это хорошо. Мне напомнят, чтобы я в конце об этой странной, значит, ситуации вам напомнил, кого называли белоруссцами. Какую роль в истории Белоруссии сыграли протестантская реформация, католическая реформа, греко-католическая церковь, созданная после Брестской унии 596 года, и как на позднейшей истории Белоруссии, позднейшей сказалось «Наследие Речи Посполитой». Ну, это то, что было заявлено, это то, что, в принципе, интересно, вот, и отчасти мы на это, конечно, окликнемся, и вообще наш сегодняшний разговор, я надеюсь, именно разговор, будет касаться действительно острых, важных вопросов вот этого давнего периода. Но, в итоге, все-таки, я хочу сосредоточиться на сюжетах, связанных вот с тем, что мы привыкли называть политической культурой данного региона, да, и сейчас объясню, почему. Почему? Потому что, сразу скажу, что мне сейчас подумалось, почему. Потому что я сейчас с большой печалью, должен сказать, смотрю на то, что происходит в нашей любимой соседней стране, в Польше, в Польше, да, я ее любил и люблю давно, вот, и вот этот поворот вправо, который происходит в нынешних, значит, польских университетах, а не только в масс-медиа, да, меня очень огорчает, да. Этот поворот вправо, я сейчас не буду его никак описывать, он сопровождается, конечно, таким, ну, нарастающим некритическим взглядом на то, что такое Речь Посполитая, которая, вот, как мы знаем, распалась в результате разделов в конце XVIII века, и что вот потеряла, значит, восточная Европа, центрально-восточная Европа в результате распада Речи Посполитой. И, соответственно, вот в этом таком подходе совершенно позитивными и последовательно позитивными цветами окрашивается все, что касается шлихетской демократии, да, которая, в принципе, по формуле, по идее такая вещь очень, значит, симпатичная, но и одновременно вот насаждаются такие, знаете, упрощенные представления, которые, в общем-то, отсутствовали в старой польской историографии, старой, я имею в виду, вот, советского, раннего постсоветского периода, там, самокоммунистического, как угодно, вот, и которые не были, в общем-то, противоречащими действительности, когда на шлихетскую демократию смотрели в основном критически, да, а сейчас на шлихетскую демократию, насколько я успеваю судить, смотря вот по ютюбу, иногда успеваю немного и читать, смотрят как вот на некую блестящую альтернативу, которая была утеряна в дальнейшем, разумеется, вот, она противостоит, значит, деспотической Москве, да, и вообще это вот некий такой один из возможных путей в развитии Европы, ну, и, соответственно, старый спор о том, шлихетская ли демократия, вот эта ли политическая культура польской шляхты является фактором того, что речь посполитая пришла в упадок и, в конце концов, была разделена, он приобретает теперь новые краски, та школа, которая была такая, краковская, в 19 веке, которая говорила, мы создали такой строй в 16-17 веках, который был не только неконкурентоспособен, а он был в каком-то смысле против наших же национальных интересов, вот эта школа сейчас такое наследие уходит назад, на первый план выходит наследие так называемой Варшавской школы, что это было альтернативой, ну, не столько в политической культуре, сколько в других областях, и вообще Польша развивалась более-менее хорошо, в отличие, скажем, от Московской Руси, да, и в чем здесь пафос проблема состоит, понимаете, если все было так более-менее в порядке, да, то значит, все было более-менее в порядке в той стране, которая сегодня составляет для нас с вами вот особый предмет вечернего разговора и интереса Беларуси, да, вот, грубо говоря, вот Беларусь, она пострадала или не пострадала от того, что она была внутри вот речи посполитой, в том числе подключена к, значит, речи посполитской, как теперь говорят мои украинские и белорусские коллеги, политической культуре, да, это, так сказать, упрощенно говоря, прогресс или регресс, ну, то есть, получается, проблематика очень тесно связана с, соответственно, белорусской, с белорусской темой, но я вот здесь быстренько проглянул как раз этот план, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, в конце концов, мы поговорим в самом конце, если хватит времени, надеюсь, хватит, и о, собственно, церковной унии, и о восстании под руководством Богдана Хмельницкого, и о том, как в этих условиях, в этом контексте звучала тема как раз белорусов, кто такие белорусцы, там нас ждут довольно любопытные вещи, для большинства все-таки незнакомые, вот, но прежде чем, значит, об этом вот сейчас говорить, я хочу вначале показать три карты, которые я послал нашим любезным хозяевам, чтобы мы смогли бы вовремя сейчас поместить, значит, наш разговор в пространство должное, да, и вот первый, значит, один, это будет карта Белоруссии, ну, мелко довольно, да, как раз в момент создания Речи Посполитой, и здесь люди, знающие, сразу намечат неточность, если это брать в период до 569-го года, то это более-менее соответствует, то есть вот эта вот часть, то, что мы называем Украиной, да, вот эта часть в составе Великого княжества Литовска, если мы возьмем период после 1569-го года, вот эта часть, как раз вот эта вот украинская, Волынь, Киевщина, Братславщина, вот это все будет теперь в составе княжа, польского королевства, здесь вот эта вот розовая линия, да, ну, и дальше один из вопросов, который перед нами возникнет, острый для исторической памяти, а вот что такое вот присоединение украинских земель, центральных и восточных, или просто центральных, к королевству польскому и изъятие их из Великого княжества Литовского, потому что после этого, после 1569-го года, наше с вами Великое княжество Литовское и Белоруссия внутри него, это, соответственно, не знаю, как это теперь выключить, надо перейти на другую карту, вот, это, соответственно, другая конфигурация, сейчас мы увидим, какая именно, здесь, собственно, будет у нас карта, касающаяся, касающаяся, ну, я немножко, как в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука», легким движением руки, значит, брюки превращаются, брюки превращаются и ни во что, в конце концов, не превращаются, ну, в этом большой беды нет, если нет, так, да, вот это вот, это, значит, у нас карта, которая касается церковных обстоятельств, да, но здесь уже хорошо, зеленым цветом показано, а что такое Великое княжество Литовское, как политическая единица после Люблинского уни 1569 года, и мы, как большие друзья и родственники, братья белорусов, признаем, какая же территория составляет действительно ядро, вот, Великого княжества Литовского в это время, конечно, ничего не говоря такого обидного в сторону литовцев, собственно говоря, конечно, аукшайте и жимайте две литовские территории, они тоже там, да, но все-таки вот то, что связывается с Литвой, в основном связывается, конечно, не с Каунасом, да, а связывается с Вильно и, вот, собственно, белорусскими территориями, Могилёв, Витебск, Полоцк и так далее. Вильно в 16 веке, в 17 веке, кем населено Вильно? Ну, славянами, да, и православными, и дальше нас, людьми по конфессии православными, в основном, католики составляют меньшинство, да, и среди православных, предположительно, был какой-то количество литовцев по происхождению, да, но это, вот, если мы говорим белорусы от православной, то получается Вильно, не в обиду никому будет сказано, в это время, какой? Белорусский город, да, а потом усиливаются польские, соответственно, элементы. Ну, и последняя карта была бы уже про то, что такое происходит во время восстания под руководством Хмельницкого, но от нее тоже можно отказаться, в конце концов, это не принципиально, это неважно сейчас, потом, если нужно, беремся. Я возвращаюсь вот в свой план, для того, чтобы облегчить наш с вами разговор. План этот имеет сугубо вспомогательную роль. Итак, что же мы хотим сегодня главным образом увидеть? Мы хотим главным образом увидеть, вот, не набор вопросов про социальную историю, про национальное самосознание, про религиозно-культурные факторы, которые я обозначил в программе, про протонациональные границы, а вот хотим понять, а что же такое вот политическая культура, в которую оказалась втянута, соответственно, Белоруссия, ну, в течение 15-16 века уже, и как это сказалось на последующей судьбе и этого региона Европы, а может быть, вообще всей Европы и даже России. И вот когда мы к этому разговору подходим, у нас есть некоторые вехи, которые мы должны иметь в виду, но многие из этих вех вы уже знаете, и, собственно, основные знаете, Крэвская уния и Люблинская уния. Но я напоминаю, что за Крэвской унией стоит совершенно неромантическая, хотя, на первый взгляд, очень романтическая история нелюбви о династического брака 34-летнего малообразованного, мягко говоря, и диковатого человека Егайла, который еще и не крещен даже, да, с 11-летней Едвигой, наследницей польского престола. Но я не думаю, что Едвига была очень счастлива в отношениях с Егайла, и, судя по тому, что она рано умерла, так сказать, она особенно счастлива не была, да, я позволяю здесь такую иронию. Но брак Егайла и Едвиги сопровождался тем, что вот в соответствующем договоре стояла, значит, такая формула перпету аппликары. После этого брака и после твоего крещения Егайла, и, значит, когда ты станешь Владиславом, значит, вот ты должен теперь, значит, перпету аппликары навсегда присоединить свои владения, Великое княжество Литовское к Польше, да, и дальше начинается спор, вот это перпету аппликары, что подразумевало и что за этим последовало. Я сейчас в двух словах буквально говорю, что что подразумевало мы до сих пор не знаем, потому что точных указаний в источниках тут нет, термин слишком неопределен, да, а что последовало мы знаем, потому что и в конце 14-го века, и в течение практически всего 15-го века Литва оставалась внутри вот этого складывающегося союза. Польша и Литвы фактически не только автономно, но практически независимые политические единицы. Надо было предпринимать большие усилия постоянно для того, чтобы Литовское княжество, Великое княжество Литовское оставалось в составе этого тесного союза с Польшей. И окончательно вопрос был только тогда, когда решен тогда, когда состоялся Люблинская уния. И вот Люблинская уния 1569-го года действительно создала более-менее интегрированное государство, которое состояло по терминологии того времени из обойга народов. Обойга народов это такая особая форма значит от слова оба, двух народов. Под этим подразумевались разумеется, как мы понимаем, не нации в современном смысле слова, литовско-белорусское, литовско-белорусско-украинское с одной стороны и польское с другой стороны, а под этим подразумевалось привилегированные прослойки или привилегированные слои шляхты, скажем так, рыцарства с одной стороны Великого княжества Литовского, а с другой стороны, соответственно, рыцарства или шляхта польского государства. Ну и когда мы к этому сейчас подойдем, не возвращаясь уже к Кревской унии, мы два-три слова добавим еще о том, а почему Люблинская уния случилась, зачем, то есть как она мыслилась и какие были потом последствия. Дальше я обращаю ваше внимание на то, что вот в 14-16 веках, то есть между Люблинской унией и Кревской унией, что такое Великое княжество Литовское, тут мы должны помнить только одну единственную простую вещь. Но Великое княжество Литовское на три четверти, а может быть даже на 4-5 скорее, а может быть даже на 5-6 территориально и по населению состоит из будущих украинско-белорусских территорий. И эти будущие украинско-белорусские территории не только они этнические, как мы выражаемся другие, и не только они конфессионально, как мы знаем другие, но они несут в себе вот продолжение институтов социальных, политических, культурных, ментальных, может быть, которые восходят к древнерусским княжествам и к Киевской Руси. Но при этом в Великом княжестве Литовском сложились очень такие специфические отношения между князем и боярами, великим князем, боярами и большими князьями, там эти князья были ниже, чем бояре в социальной лестнице, между духовенством и князьями. Но у нас на это просто нет времени, значит, на это специально обращать ваше внимание, просто мы констатируем такой простой факт. Великое княжество Литовское, как мы видим в конце XIV века, это, конечно, государство, которое вот возглавляется, ну, превращающееся постепенно в рыцарство, в шляхту вот этой дружины вокруг, значит, создателей князя Гедеминовича, да, создателей литовского государства, это феодализирующееся, вот это феодализирующееся дружинное знать. Ну, те, кто слышал уже, вот, кто постарше, что вот мой курс по истории славян, там замечательная, важная аббревиатура ЦГКН, потестарные полити, об этом я сейчас говорить не буду, тогда, когда дело дойдет до нашего курса, мы об этом будем говорить. То есть, это еще межличностные отношения, а не отношения сюзеренов и вассалов вот на экономической почве строящейся, это не отношения между теми, кто получили водчины, феодальное владение и крестьянами, которые имеют, мол, свои наделы, и князем, который имеет свою водчину, это что-то такое совершенно специфическое и феодализирующееся. Это литовцы, да, но русские, ну, русские, древнерусские земли, то есть земли бывшей, будущей Украины и бывших, соответственно, княжеств древнерусских на территории Украины и бывших княжеств древнерусских на территории Беларуси, они имеют другой строй социальный, политический, ну, о котором вы более-менее знаете в связи с тем, что вы изучали, соответственно, Киевскую Русь. Ну, то есть, надо подчеркнуть, что, в общем-то, тогда, когда мы говорим о великом княжестве времена Владислава Ягайла, да, ну, надо признать, что это, в общем-то, вполне оправданное обозначение этого княжества, как литовско-русского, да, литовско-русского, да, литовско-это старый термин российской историографии, в нем не было, на мой взгляд, абсолютно ничего не арогантного, не империалистического, ничего такого националистического, это была констатация этого факта, что вот корпус земель великого княжества литовского сложился в основном из, соответственно, земель древних русских княжеств, с какого рода специфическими чертами в их строят. Ну, и, соответственно, в связи с этим возникает четвертый вопрос, что такое литовское, русское, украинское, белорусское, польское в великом княжестве литовском, как они соотносились. И, понимаете, тут мы должны вот просто констатировать простую вещь, эту яну держать надо на всю нашу жизнь, да. Когда мы пытаемся вот этот период, 14-й, 15-й, 16-й, даже 17-й век, а может быть даже и 18-й, описать в категориях таких, что мы можем отделить литовское от белорусское, белорусское от украинское, украинское и белорусское, вот, соответственно, русского, московского, да, а литовское от польского, это все навязывание тому периоду таких национальных категорий, этнонациональных категорий нашего мышления. И мы должны просто констатировать, что ареальные границы, которые происходят, которые построены внутри вот этого социума, входящего в состав Великого княжества литовского, это, конечно, границы территориальные, и плюс еще границы конфессиональные. Вот то, что православные составляют шляхту или рыцарство, горожане, духовенство, крестьяне, это на одной стороне. А с другой стороны, христианизировавшие, ставшие, значит, католиками литовцы и, собственно говоря, польские слои, да, или полонизированные литовцы. Могут быть полонизированные, ну, наследники древнерусских княжеств. Ну и, соответственно, после этого мы говорим о другом вопросе. А что такое цивилизационная полонизация или вестернизация западной, юго-западной Руси в состав Великого княжества литовского и так далее? Ну, конечно, термин вестернизации слишком тяжеловат для нашего уха, для наших привычек. Слово цивилизационное у нас окрашено в такие неопределенные тона, но если мы будем говорить о цивилизационном в том смысле, что мы подразумеваем и социальные, и политические, и культурные, и экономические институты и традиции, которые могут быть или западными по типу, или не западными по типу, то мы понимаем, о чем идет речь, да? То есть происходит постепенное в украинско-белорусских землях, белорусских внутри Великого княжества литовского, в самых вот литовских землях, которые состоят из двух кусков, аукшайте и жимайте, один кусок вокруг Вильна, другой кусок вокруг Каунаса, то есть, грубо говоря, западная Литва Каунаса и восточная Литва Вильнюс, упрощенно говоря. Вот здесь происходит постепенное выстраивание институтов в области культуры, наконец, которые соответствуют западному типу развития. Ну и это мы, соответственно, называем вестернизацией, да? Соответственно, дальше возникает вопрос, а какое значение вот это вестернизация социальных отношений, политической культуры, культурной жизни, церковной жизни имела для развития будущих земель Белоруссии? И тут мы, в общем-то, видите, конечно, констатируем одну простую вещь, конечно, невозможно понять историю Белоруссии, но тех территорий, которые мы теперь называем белорусскими, да, без понимания того, что через посредство Польши, через посредство вообще центральной Европы сюда пришли, например, Магдебургское право в города, да? Сюда пришло, например, более-менее отчетливое представление о собственности земельной. Сюда пришло сосуществование католицизма и православия. Сюда пришло знание латыни, например. Сюда пришло, может быть, самое главное, да? Наряду с Магдебургским правом, например, да? И крепостное право тоже потом пришло, что не очень хорошо, да? Значит, сюда пришло еще то, что мы называем сословными отношениями в обществе. То есть тогда, когда общество говорит, у шляхтичей, у рыцарств есть привилегии, которые уважает и подтверждает каждый новый входящий на престол или великий князь литовский, или польский король, или великий князь литовский, только когда он становится польским королем, да? И он берет на себя обязательства, вот эти шляхетские привилегии, шляхетские права, в том числе право свободно владеть за военную службу, конечно, земельными владениями, вот он эти права уважает. И вы сразу чувствуете, что в этом отношении контраст, известный между, значит, московским княжеством, потом московской Руссией и вот этими землями украинско-белорусскими, довольно существенно. И я добавляю еще, что, конечно, когда мы говорим об этом регионе, мы оставляем в стороне внутри, ну, сначала Великого княжества Литовского, а потом Польского королевства, вот то, что мы сейчас называем Западной Украиной или совершенно анахронической Галицией, да? То есть территорию, нам, часть Волынии и, соответственно, территорию вокруг Кривого Галища, которые уже с середины XIV века стали частью, собственно, Польского королевства. И вот тогда, когда мы дали такую общую экспозицию, мы вот дальше переходим в пункте пятом к тому, что нас сегодня главным образом интересует. Вот XVI век в политическом развитии, в развитии политической культуры Великого княжества Литовского и Белоруссии. Вот что здесь происходит? Для того, чтобы должным образом квалифицировать, что здесь происходит, мы должны вспомнить то, что вы, в принципе, знаете, что происходит в этом на Западе. Можно спорить о том, хороший термин абсолютизм или плохой термин абсолютизм. Был ли абсолютизм, скажем, в Англии Генриха VIII, или был ли абсолютизм уже во Франции во времена там религиозных войн, и были ли абсолютными германские княжества, скажем, во времена Шмалькальдской лиги и во времена Оксбургского мира, и чуть позже, да. Но, тем не менее, в общем-то, трудно не согласиться с тем, что западноевропейские государственные образования шли по линии постоянного укрепления власти монарха и сужения сословных свобод, привилегий, знати, да. Но самый ясный и известный нам, в общем-то, во многом был, благодаря Дюмае, эпизод, это, конечно, борьба между фрондой во времена Мазарини и Людовика XIII еще, да, и, соответственно, государством во Франции, например, в середине XVII века. Но так иначе абсолютизм возникает, и самый такой классический, самый нам знакомый пример абсолютизма, это действительно как раз Генрих IV, Людовик XIII, Людовик XIV во Франции. И, соответственно, дальше мы говорим, а в Польше, в Польше, как мы знаем, складывается что-то такое альтернативное совершенно, тут чего-чего уж абсолютизма точно нет. И дальше возникает вопрос, а, ну, упрощенно говоря, это хорошо или плохо? Мы оставляем в стороне вопрос, там, хорошо или плохо, и говорим, а вот Польша на кого больше похоже в это время? На Францию или на что-то еще? Или на Трансильванию, например, то, что осталось от венгерского королевства? И мы говорим, что Польша сильно очень отличается от Франции, да? А теперь мне сказать, пожалуйста, а на кого Франция на нашем горизонте вот в это время более-менее похожа с точки зрения сильной центральной власти и сокращения сословных привилегий? На что? Ну, на Московскую Русь, да? Ну, я вас просто сталкиваю с этим парадоксом, который очень не любят иногда вот мои польские коллеги там или студенты, так сказать, когда с такими, ну, говорят, не надо, так преувеличивают, но, в принципе, такие упрощения, они очень, так сказать, будят мысль, да, соответственно, вот возникает вопрос, а что такое Польша и ее политическая культура по отношению к апсолютистским тенденциям Запада, по отношению к политическому опыту Московской Руси и вообще какие альтернативы в это время были в Речи Посполитой? Допустим, а удалось бы Речи Посполитой создать бы действительно сильную, просто сильную монархию во времена вот королей 16 века, ну, скажем, во времена Стефана Батория, который, как мы знаем, сумел победить Ивана Грозного и Россию, значит, в Ливонской войне. Если бы там сложилась бы сильная, абсолютная монархия, ну, вроде как во Франции, например, да, какова была потом судьба Польши? Наверное, она была бы не такая, какая она получилась в 17 веке. Ну, дальше есть, разумеется, вопрос, почему сложилась здесь шляхетская демократия, не сложилась абсолютизм. И дальше я ввожу еще понятие, которое нам, конечно, как образованным людям надо знать, что вот были попытки со стороны польской шляхты усилить государство, не жертвуя, однако, и монархию усилить, в каком смысле, не жертвуя шляхетскими свободами в 16 веке. И тут есть какая-то большая драма, да, мы сейчас на нее, значит, посмотрим внимательно. Вот собралась шляхта на сеймах, на сеймах, в какой-то момент даже сказал, да, мы готовы поступиться многими привилегиями, мы будем даже согласны с тем, что у нас монархия будет наследственной, мы даже готовы обложить наше земельное владение налогами, мы даже готовы в конце концов признать, чтобы здесь была бы исполнительная власть, представленная такими инстигаторами или инспекторами, которые приезжают на нашу территорию, мы даже готовы проследить за тем, чтобы в королевский домен вернулись земельные владения, которые когда-то из него вышли, например, да, вот очень благородные такие намерения, но все-таки при этом ни в коем случае не жертвовать вот всем основным корпусом шляхетских привилегий, да. Ну, в общем-то, кажется, что это экзекционистское движение, имея такие блестящие, замечательные, симпатичные намерения, если бы оно победило и осуществило вот этот вариант развития, который, в общем-то, оказался, скорее таким, утопически невозможным, потому что это вот, ну, лед и пламень, так сказать, да, соединить, как вот Ленский и Онегин, так сказать, да, вот это, оказалось, это невозможно. Или слихетские привилегии в прежнем объеме, или сильное государство. Ну, и, соответственно, вопрос встан, а вот почему не удались эти экзекционистские реформы? Такая прекрасная вещь была. Сохранились бы многие свободы шляхты, усилилась бы королевская власть, усилились бы финансы, появилась бы армия нормальная, европейская армия, вместо посполитого рушения, то есть дворянского ополчения, да? Почему-то это не удалось, да? Ну, и, соответственно, вот в это же время ставится вопрос, а вот Польша и Великое Княжество Литовское с Белоруссией в его ядре, это два государства или одно, вот уже после 1569 года, то есть произошла ли интеграция по-настоящему вот Белоруссии, как части, коренной части Великого Княжества Литовской в Польскую Речь Посполит. Ну, и, соответственно, снова вопрос, как соотносится западноевропейский опыт-опыт Речи Посполит в области политической культуры. И тут я дальше вехами такими говорю, значит, что такое вот Речь Посполит. Социально и политически участвуют в жизни, и мы говорим, конечно, как и всюду, силен королевский двор и король, да? Конечно, рядом с ним находится сейм, да? И сейчас мы о сейме два-три слова добавим. Внутри сейма или рядом с сеймом есть еще бывший королевский совет, превратившийся в Сенат, а рядом с этими органами, значит, есть еще просто слои. Есть шляхта более-менее средняя, мелкая или покрупнее, да? Есть магнаты, те, которые имеют родственные связи и много земельных владений, есть духовенство. А дальше, говоря как раз о сравнении Польши и Запада, но упрощенно, конечно, мы говорим, а где горожане? Участвуют они в политической жизни или нет? А дальше мы ставим вопрос не о политическом, конечно, участии крестьян в этой жизни, а вообще о крестьян, о горькой крестьянской судьбинушке в это время. Вот меня поражает, особенно тогда, когда я сейчас вот начинаю настолько, насколько удается следить за вот такими научно-популярными публикациями по поводу Польши, в Польше, да? Ну вот как-то говорят, ну да, было, конечно, крепостное право, но оно было незначительно весомым, оно там поздно сложилось, вообще не было, мол, такого, так сказать, крепостного права, какое было в Московской Руси, например. Ну, это же неверно, на самом деле, да? Я не буду сейчас, так сказать, развивать эти наблюдения, просто надо как-то вот сконстатировать тот факт, что в Речи Посполитой сложилось крепостное право, не просто барщина, которая была главной теперь формой использования крестьянского труда, но также, как в Восточной Германии, в Пруссии, в Прибалтике, на территории Венгрии, на территории Чехии, сложилось, на территории Австрии сложилось крепостное право, понимаете? Ну, так сказать, может ли крепостной крестьянин участвовать в политической жизни? Скорее всего, нет. Дальше, разумеется, вы сейчас бы задумались, а почему же крепостной крестьянин не восставал? И по большому счету, это одна из больших загадок. Как объяснить тот факт, что в Речи Посполитой на протяжении всего этого времени, вот который мы рассматриваем 15-й, 16-й, 17-й, 18-й век, за исключением небольшого восстания мухи в конце 15-го века, там, на прикорпатских территориях, а потом движение Костки на Перского, приблизительно там же в 1651 году, никогда не было крестьянских восстаний. Почему, собственно говоря? Казаков мы оставляем в стороне, да? Вот задаемся этим вопросом. Ну, и я тут как веху предлагаю увидеть, значит, 7-1493 года по той простой причине, конечно, для нас это даст совершенно периферийный, для среднего российского человека, даже образованного. Но это просто тот момент, когда впервые польский сейм стал заседать вместе в двух палатах. Значит, сенат, ну, бывший совет, или пока еще совет, превращенный в сенат, и посольская изба, то есть, собственно, сеймовое представительство шляхты. Притом, эта посольская изба первоначально была менее многочисленной, чем сенат. И вообще, вот эта вот часть была еще очень такая, как бы, довеском, как бы добавлением к тому, что представлял собой сенат. А вот потом, как раз, вот во времена, значит, замечательного короля Сигизмунда I Старого, современника Франциска I, например, да? Или Карла императора, да? Вот, соответственно, мы видим эту самую борьбу, о которой я уже сказал, да? Значит, возникает вопрос перед польской политической элитой, значит, во времена Сигизмунда I Старого, значит, о том, как вот реформировать государство, чтобы быть похожим на европейцев. Сигизмунд I Старый борется, не борется, женится на, соответственно, миланской принцессе, скажем так, Бонни Сфорце. Бонни Сфорце, человек такой очень европейский и зажиточный, она, как приданная, привезла с собой очень большое количество, ни один мешок золотых дукатов, и оказалось при этом еще женщина такой очень предприимчивая, энергичная, из такой европеизированной политической культуры, которая мила была уже в это время модель сильного правителя, вот этого, как мы называем, абсолютистского правителя. И она как раз становится, ну, едва ли не такой самой заметной персоной, вот в том движении, которое на дворе образуется, давайте усиливать королевскую власть. Как? Во-первых, вернуть в королевский домен те земли, которые были растащены, во-вторых, наладить денежную систему так, чтобы было много, значит, доходов, в-третьих, значит, добиться того, чтобы шляхта признавала бы наследственную власть, вот, соответственно, Егеллонов, да, добиться того, чтобы была бы унифицирована и развита судебная система, чтобы был кодифицирован весь свод права, ну, и добиться, конечно, того, чтобы были бы более тесно интегрированы земли Великого княжства Литовского и Польского королевства. Ну, и сначала эта программа возникает, такая программа придворная, да, вот во главе ее как раз стоит, ну, советники, бон и сфорци, советники Сигизмунда Третьего, такая партия, как называется, новой магнатерии во главе с Яном Ласкиным, да, но вдруг, в какой-то момент, вот этот Сигизмунда Третьего, Сигизмунду Первому, кажется, что это, конечно, хорошо, опираться на шляхту в этих спорах и в этих, в этой борьбе, но нужно непременно нам все-таки в соответствии с тем, как в Европе усиливать, собственно, королевскую власть. И между вот этой партией реформ и Сигизмундом Первым, который хочет непременно, чтобы была бы сильная, абсолютистская, если хотите, власть, начинается конфликт. И вот в ответ на то, что Сигизмунд Первый отказывается от тесного союза шляхты, да, возникает вот это экзукционистское движение, которое вроде бы наследует тем же самым лозунгом. Я еще раз скажу, если нам нужно вот решить, что такое экзукционистское движение по своему ориентации, мы думаем, ну какие вообще возникают вопросы перед теми, кто хочет должным образом укрепить государство или в 16 веке, или в 17 веке, или в 18 веке, или в нашей современной России, или нашей современной Франции, да. Нужно, чтобы была крепкая армия, нужно, чтобы были хорошие финансы, нужно, чтобы был правопорядок, нужно, чтобы была интеграция, нужно, чтобы законы исполнялись, и вот к этому приступаю, да. Но откуда взять деньги для того, чтобы армия была бы нанята? Собирать налоги. Как собирать налоги? Значит, надо упорядочить систему, да. Как добиться того, чтобы, значит, была бы упорядочена система правосудия? Кодифицировать право, да. Как добиться того, чтобы решения исполнялись бы, ввести сильную исполнительную власть? Как добиться того, чтобы решения не исполнялись, и сильно исполнительная власть бы функционировала, ограничить местное самоуправление той же самой шляхты, например, да, и ограничить полномочия сейма. И тут возникает неизбежный, значит, клэш, неизбежный конфликт между поползновениями, вот должными, вернее, тем, что хочет видеть, как должная королевская власть, и тем, что, чем не хотелось бы, не хотела бы поступаться шляхта. Ну, и вот это движение, этот конфликт, вот он начавшийся в начале 16 века, разрастает, становится более острым и все более цивилизованным, да, выпускаются панфлеты, происходят, значит, дебаты насеемых в 20-е годы. И вот в какой-то момент, я вот люблю этот период 1537-1539, этот момент, когда шляхта сказала, да, ради укрепления государства, ради компромисса мы готовы пойти даже на то, что будет наследственная монархия, до этого этого не было, да, и готовы пойти на то, чтобы налогами были либо обложены земельные владения, да, и компромисс этот, как бы, зависает в воздухе. Ну, и продолжает система, вопрос, обсуждаться в 40-е годы, ну, и до известной степени все остается вот в таком полуподвешенном, как мы вульгарно говорим, состоянии, вплоть до самого конца правления Сигизмунда I Старого, то есть до 40-х годов, значит, 16-го века. Ну, Сигизмунд I Старый скончался в 1548 году. Чтобы нам почувствовать, что это за год, мы можем вспомнить, что в России произошло на год раньше, в 1547 году. Иван Грозный стал царем, да, ну, вот для того, чтобы нам как-то сориентироваться, да, Иван Грозный стал царем, ну, я ничего не хочу сказать, сразу после этого Сигизмунд III, получается, умер от расстройства. Этого не было, конечно, никакой связи, да. Ну, вот, и на место, значит, Сигизмунда III, Сигизмунда I Старого встает его сын Сигизмунд II Август. Но Сигизмунд II Август начинает, ну, тут начинают всякие романтические истории, мы говорим, вот, надо непременно историю понимать, как столкновение воль, видеть индивидуальность, видеть личные драмы. Всегда, конечно, можно, другое дело, что понять людей индивидуально, особенно в то время далекое нам невероятно сложно с нашими категориями, но здесь самая настоящая драма есть и имеет прямое отношение, кстати, к Беларуси, да. Потому что наш вот новый его сын, Сигизмунд II Август, был человеком хорошим, таким, как хорошим, тонким, с итальянским воспитанием, воспитанием, любителем даже итальянских нарядов, но он, как и многие в это время правители, больше любил находиться не в Кракове, не в Варшаве, особенно, когда был еще князем, вернее, наследником, но он любил находиться в Вильно, да, в окружении кого? В окружении вот тех, кого мы назвали бы белорусской или католической, или белорусской православной, или литовской, белорусской, православной и католической знати. И так, значит, Сигизмунд II Август, будущий Сигизмунд тогда еще, влюбляется в некую прекрасную Варвару Радзивиллу. Вот, пожалуйста, вам прекрасный сюжет для романа в духе Дюма, там, или Вальтера Скотта, или кого-нибудь, да. Ну, там есть, конечно, разные слухи, что такое между ними произошло, потому что, согласно некоторым версиям, значит, Варвара Радзивилл, прекрасная, разумеется, да, она, значит, где-то там, глядя в окно, разговаривала с Сигизмундом по поводу, хорошо ли, хороша ли погода, громко ли поют соловьи, или хорошие виды на урожай, вот, но рядом никого не было, да, и в это время ворвались в эту интимную обстановку разговора, значит, родственники Варвары, сказали, что ты тут, Сигизмунд, такое делаешь, что такое разговариваешь с нашей вот княжной Радзивиллу, Барбарой Радзивиллу, женись на ней, да, но я, честно говоря, не знаю, я дальше никогда в детали не входил, неважно, он в нее влюбился, так или иначе, да, и брак был заключен, но брак был заключен полутайно, да, а сейчас вы, вот, как вот, сколько у вас здесь представителей, вот, значит, всех нас включая, вот, трое, 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 девять, двенадцать человек, вот, Иван Ридель, дальше тринадцатый, я четырнадцатый, вот, мы представители Сейма, и мы говорим, ну, что за безобразие, что это такое, мы, получается, получаем нового короля, уже женатого, а это нам не нравится, да, нет, нам такое не годится, пожалуйста, дорогой, разводись, посылайте письмо к папе, давай разводись, потому что с нашего позволения надо, а почему они не хотят, чтобы за Радзивилла бы вышла, вернее, за Радзивиллу, ну, вышел бы, женился бы на ней, потому что Радзивилла, это богатейшая, литовская, белорусская, магнатская, родовая такая структура, семья, это люди, которые, ну, по некоторым, можно подсчетам, богаче, может быть, королевые, да, сущенем, просто богатые, влиятельные, и воспитанные на соответствующих, таких, сепаратистских, партикулярных тенденциях, правильно, ну, и, соответственно, наш, то Сигизмунд, на самом деле, что-то мне в нем очень симпатичное, он говорит, нет, говорит, любовь выше всего, и я, говорит, отказываюсь разводиться с Варварой Радзивилла, вообще от вас уезжая обратно в Литву, получается такое интермедиа, но дальше вмешивается проведение, и Варвара Радзивилл умирает, надо умирать, вопрос разрешен, как, соответственно, как полагается в великих таких драмах, да, и, соответственно, начинаются вот отношения между Сигизмундом III и его, значит, дворянством, да, и идет дальше разработка проблематики того, что делать с государством, а потом в 1558 году, как вы знаете, значит, начинается Ливонская война, и Ливонская война начинается с очень больших успехов российской армии, в частности, взят Дербц, в частности, взят Полоцк и так далее, и в условиях, значит, когда нужно бороться с Иваном, а первоначально война идет между Великим княжеством Литовским, и там, соответственно, Сигизмунд II князь и Московским княжеством, ну, и Ливонским союзом, нужно включить сюда Польшу, чтобы включить Польшу, нужно получить денег, и, соответственно, нужно для того, чтобы получить денег, найти какой-то компромисс с Сеймом, с шляхтой, добиться вот новых налогов дополнительных, да, и, соответственно, вот в этот момент возникает такой компромисс, очень такой здоровый, замечательный, экзекционисты говорят, ну, дорогой Сигизмунд, мы тебя поддержим, как литовского князя, начнем бороться с московским ужасным, страшным тираном и так далее, только если ты предпримешь какие-то реформы. И вот тут мы добираемся до этого, такого, в конце смысла, критического момента, когда предпринимаются реформы в 1562-1565 году, и эти реформы состоят в том, что проводится иллюстрация, инспекция по всем, значит, землям, нет ли в частных руках земель, которые нужно вернуть королю, да, значит, подготавливается Люблинская уния, предпринимаются шаги для того, чтобы унифицировать судебное законодательство, вообще законодательство, предпринимают шаги для того, что реформировать и церковную жизнь в том числе, да, и, соответственно, ну, даже одно время, чуть раньше, подготавливался даже идея такого национального собора, немножко так, по английскому примеру, ну, а сейчас было решено, что шляхта не будет подлежать ни в каких вопросах церковному суду, ну, кроме, видимо, я должен сейчас бы уточнить вот вопросов, собственно, морали и веры, но я боюсь сейчас соврать, сейчас не помню, да, значит, шляхта не платит теперь десятин духовенству, духовенство теперь не посылает при вступлении епископа на престол так называемых аннат в Рим, да, и, значит, начинается, сейчас это объявление сделали, закрывается через 15 минут, просьба подготовиться к выходу, ждем вас завтра в 12 часов дня. Вот, да, 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 как вы сказали, вот, ну, и предпринимаются эти реформы, среди этих реформ, вот, самые главные, выделим такие реформы, это реформы, вот, как раз, значит, иллюстрации земельных владений для того, чтобы восстановить королевский домен, а в связи с этим еще такая реформа финансов, которая нужна для того, чтобы можно было финансировать в частности армию, да, вот, значит, все королевские земли, воссоединенные в домене, теперь должны были бы приносить доходы, и из этих, значит, королевских земель одна пятая доходов идет тому, кто от имени короля управляет этими землями староста, а четыре пятых идут, значит, в государственную казну, на которую нужно нанимать, в частности, и значительное число воинов, которые должны пополнить на посполитое рушение. А вот из этих четырех пятых, да, соответственно, одна четверть, одна квартира, так называемая, вот специально будет сосредоточена в особом фонде, в особой казне, в РАВе, и должна была быть, это вот четвертая часть всех оставшихся после разделения на пять, соответственно, королевских доходов, идти специально для того, чтобы финансировать армию. Казалось бы, все замечательно, да, но что нужно сделать? Нужно переписать все земельные владения, это как немножко сейчас у наших богатых, все сказать, а вы все ли там получили комбинаты, рудники, там дороги, недвижимость в Москве абсолютно законна в 90-е годы, или мы проведем перебор этого всего и что-нибудь вернем государству, например, да, ну, то есть такая ситуация представима себе, в общем-то, ну, и, соответственно, нужно это довести до конца, да, ну, а дальше нужно вот еще, значит, следующее сделать, да, нужно, значит, каким-то образом вводить в действие вот эти все законы, да, и тут как раз соглашается вроде бы Сейм на то, что отныне появятся теперь еще и такие инстигаторы к тем, кто будут ездить по городам и весям Речи Посполитии, в том числе и Белоруссии, и проверять, как работают законы, да, то есть вроде бы идет дело к оздоровлению государства, и к этому добавляется, разумеется, что надо по-человечески объединить, наконец, окончательно Великое Княжество Литовское и Проколевство Польское, что и происходит в 1569 году, но и дальше вот возникает вопрос, а удалось ли переписать все земли, а удалось ли оздоровить финансы, а удалось ли наладить законодательство, а удалось ли ввести вот этот институт инстигаторов, и кое-что удалось, но все отчасти, да, и вот в качестве такого признака, который показывает, что, в общем-то, эти реформы скорее закончились поражением, чем победой, я всегда привожу, и сейчас вспомню, ну, несколько, чуть-чуть более поздней эпохи, 1578 год, время правления уже Стефана Батория, а Стефан Баторий, придя на смену нашему Сигизмунду, значит, 2 августа он хочет действительно здесь укрепить сильную абсолютистскую власть, что отчасти ему удавалось, значит, в Трансильвании, да, но Стефану Баторию уже ставит условия шляхт такие, что, дорогой, конечно, надо реформу как-то продолжать, но мы ни в коем случае не хотим, чтобы у тебя было бы полное, стопроцентное полномочие вот в суде, да, а стопроцентное полномочие в суде у короля были бы в том случае, если бы у него было бы сохранено право апелляционных решений в суде, апелляционных решений в этих инстанциях, но они говорили, слушай, тебе же некогда, ты воюешь и так далее, у тебя сотни и сотни дел скапливаются, ты вроде как апелляционный судья должен разобраться в них, а ты с ними не разбираешься, но в итоге было решено, что этот апелляционный суд 1572 год, коронный трибунал, будет именно шлихетским, что он будет именно сеймовым, что это не король будет апелляционной судьей, а будет именно, значит, сейм, в конце концов, даже решать все апелляционные вопросы, ну, это какой-то знак, такой какой-то сигнал, который показывает, что и в области судебной юрисдикции не удалось королям, не удалось польскому государству в конце концов, достичь того, что нужно было бы для того, чтобы государство было крепким. Ну и, в общем, можно сказать, что постепенно, вот во времена Стефана Батория, потом Сигизмунда Третьего Вазы свертываются реформы, я привожу еще пример такого Яна Замойского, человека очень яркого, который как раз вот начал карьеру еще когда, в 60-е годы, и он выступает трибуном Люду Шляхенскега, то есть он говорит, мы давайте вот шляхту выдвинем на авансцену истории, мы, значит, будем вместе с королевым управлять и так далее, и мы будем выступать против магнатерии. А потом он получил много земель в держание, а потом он получил много земель уже в собственность, а потом он получил еще какие-то доходы, и вместо того, чтобы быть средним шляхточем и, значит, соответственно, трибуном Люду Шляхенскега, ему понравилось быть магнатом уже, да? И тот же самый Ян Замойц, когда решается вопрос о реформах в начале, значит, 17-го века, не-не-не-не-не-не, хватит, реформ никаких не нужно, королевскую власть все и так очень хорошо. Магнаты в нашем государстве не менее хороши, не менее важны, чем, соответственно, Шляхт. Ну и вот Люблинская уния. Сейчас я тут просто на некоторые вопросы обращу ваше внимание. Значит, вот Люблинская уния сейчас прошли, поскольку был очередной юбилей, многие конференции, изданы прекрасные, роскошные тома, следить за этим совершенно невозможно, слишком много всего. Ну и тут вот только звучит тот вопрос, который был старым вопросом. Вот я сейчас не буду возвращаться к той карте, но если вы посмотрите, значит, вот зеленым закрашена украинская территория до 1569-го года, и она закрашена не зеленым, а желтым или розовым, то есть она в Польском королевстве в 1569-м, в конце, в 70-м году, после этого. Что это такое? Ну, есть такая старая, конечно, упрощенная немножко схема такой украинской историографии, что это было такое ограбление, империалистическое ограбление, присъединение украинских земель в состав Польской короны из автономного, действительно, особого совершенно такого корпуса, так сказать, земель, которые составляли Великое княжество Литовское. Ну, до известной степени это справедливо, да, перестройка эта произошла. Но вот вопрос о том, что это такое было, он упирается вообще в более широкий вопрос, а вообще, что такое Речь Посполитая, которая складывалась из столь, в общем-то, разных территорий уже, вот, собственно, Литва, украинские, белорусские земли, значит, польские земли, и вот, ну, самый яркий, конечно, тут вопрос, а что такое Речь Посполитая по отношению к преднепровским украинским землям, например, да, и вот когда-то был такой тезис, что это едва ли не колониальное, значит, освоение украинских земель, действительно, мы видим, как и на Волыне, потом ближе туда, соответственно, к Днепру, и в Белоруссии одновременно распространяется шлихетское или магнатское землевладение, оно распространяется, сопровождается одновременно укреплением или утверждением крепостного права, оно сопровождается тем, что здесь, на плодородных землях создаются огромные фольворки, латифунди, продукции которых выводятся в центр Польши, потом повисли, сплавляется в сторону Балтийского моря, вот было ли это таким грабительством, ограблением, скажем, или в белорусских или украинских территориях, я заранее скажу, что мне кажется, что это невозможно, так сказать, потому что слишком это не похоже на то, что мы называем колониальным опытом, колониальными государствами и так далее, но вот вопрос о том, а была ли речь посполитой империи, я просто оставляю на ваше рассмотрение, вот можно ли сказать, что речь посполитой это империя, если империя, то в каком смысле, если нельзя сказать, то почему, но употребляя слово империя в таком нелетальном смысле слова, ну а вот насчет колониальной империи, что меня удивило, там по другому поводу, мне нужно было в последнее время знакомиться там с рядом статей, и оказалось, что есть целый ряд статей, в последнее время опубликованных, за где-то 10 дней, вот о том, что такое специфика колониализма по-польски, вот можно ли вот эти территории рассматривать как колониальную периферию речи посполитой, но это я только для того, чтобы, понимаете, обозначить вам, вот что существуют такие острые проблемы, да, с одной стороны, есть такая идиллическая картина речи посполитой, а с другой стороны, есть, по крайней мере, поставленные вопросы, что такое центр речи посполитой, крак в Варшаву, условно говоря, может быть, Гдасик тоже, по отношению к этой восточной периферии, есть ли это колониальная эксплуатация, есть ли это империя или нет, нас сейчас, конечно, интересует главным образом не это, а вот то, как Белоруссия и Украина одновременно, а точнее шляхта той и другой территории приобщились вот к политической культуре, и тут надо просто вспомнить, разумеется, то, что мы все знаем даже тогда, когда не изучаем специально ни Польшу, ни Литву, ни Украину, а именно знаменитый эпизод, когда Генрих Валуа был приглашен королем в Польшу и какое-то время пробыл, а потом тогда, когда умер Генрих Карл IX во Францию и бежал обратно, но тогда, когда он был приглашен на Польский престол, он должен был подписать такие Генриховые артикулы, а Генриховые артикулы стали основой такого института или такого документа, который называется Пакта Конвента, то есть согласованные договоры, согласованные, ну как и решения, согласованные решения, пакта, договора, и вот эти Генриховые артикулы и Пакт Конвента, одни суммируют вот все накопившиеся в это время, к этому времени шлихетские привилегии, значит, неподсудность, значит, шляхтича королевскому произволу без специального решения суда, неприкосновенность земельных владений, право на местное самоуправление, право на иммунитет, соответственно, от движения горожан от экономической, от социальной жизни, право в это время еще выбирать веру или протестантскую, или католическую, право избирать короля, да, и вот эти все вот накопившиеся привилегии, шляхты, значит, они венчаются по формулам Генриховых артиклов еще тремя вещами, которые здесь упоминают. Ну, во-первых, это вот вольная лекция короля, которая подтверждается, а это, значит, не наследственная монархия, а монархия, которая, значит, непременно вот передается после выбора шляхтича на сейме преемнику, да, во-вторых, это знаменитое либерум в это, то есть принцип единогласного принятия решения на сейме, и тогда, когда даже один посол на сейме присутствующий не соглашается с решением большинства, может быть, отменено все решение сейме, или, может быть, сейме не создан, но надо только иметь в виду, что в первый раз это либерум в это было применено только через 70, даже через 80 лет после Генриха артикула в 1651 году, но потом стало приниматься, применяться довольно часто и стало как раз такой миной замедленного действия, значит, которая была заложена в здание польской государственности. И, наконец, вот право неповиновения. Тут вот, значит, такая формула есть юзды, но он престан до обеденции, да, о неповиновении кому идет? Речь идет о неповиновении королю, если, согласно взглядам шляхты ее лидеров, король нарушает вот эти самые пакты, конвенты и нарушает, может быть, просто традиции сложившейся речи посполит. Ну, и вы понимаете, что вот в условиях вольной лекции, либером вета, всех остальных гарантированных прав, привилегий и еще юзды, нон, престан до обеденции очень трудно построить абсолютную монархию, очень сложно, и оказалось, что это не только сложно, но и невозможно, и, соответственно, вот весь 17 век это подтверждение тому, что в основном это невозможно, вот, значит, происходит в начале 17 века, тогда, когда Сигизмунд III, столь нам хорошо известный по русским эпизодам своей деятельности, деятельности польской шляхты в это время, польской знати в это время, человек, вот он пытается укрепить королевскую власть, в частности, отказаться от, значит, права, от традиции свободного выбора нового короля, в ответ на это шляхта поднимает, ну, это называлось рокош, термин был взят из венгерско-трансильванского обихода, да, как раз опираясь на то, что есть право неповиновения королю, если, соответственно, он нарушает какие-то незыблемые законы речи посполитой, и что очень любопытно, в этой войне гражданской, рокош-дебжедовского, король проигрывает, король выигрывает как раз, королевская власть победила, но он вынужден дальше отказаться от попыток реформировать политический строй, при том, что у него было такое сильное, такое габсбургское настроение, и вокруг него были идеологи абсолютизма на габсбургский манер, и в итоге, вплоть до конца своего правления, ничего ему не удается сделать в смысле укрепления королевской власти, то же самое происходит при Владиславе IV, ну и хуже всего ситуация выглядит, конечно, вот в середине XVII века, когда при, в общем-то, несчастном короле Казимире, Яне Казимире, который начинает править в условиях начавшегося, значит, и очень жестокого казацкого восстания на Украине, и завершает править тогда, когда более-менее удалось все устаканить, ничего регулировать, но против того, что он говорит, давайте усиливать королевскую власть, потому что, посмотрите, что с нами произошло, снова поднимается Рокош, другой знаменитый Рокош, Рокош Любомирского в 565-566 году, и тут уже выигрывают как раз Рокошане, правда, Любомирский потом, значит, уезжает в эмиграцию, отказывается от своих, значит, таких вот претензий и так далее, но Ян Казимир должен уступить и уже окончательно в попытках укрепить сильную, укрепить королевскую власть, сделать ее сильной. И это все происходит вот в тот момент, когда, значит, 20 лет уже Польша находится, Речь Посполитая находится в войне с казаками, с крымским ханством, с московской Руссией, с Бранденбургом, с Трансильванией одно время, и вот обратите внимание, значит, вот мы с трудом себе представляем, что такое в военно-политическом плане, а потом еще в демографическом плане вот эта ситуация, которую мы наблюдаем в Речи Посполитой, соответственно, в 50-е годы 17-го века. И вот как-то, более-менее, удалось преодолеть, значит, конфликт с Московской Руссией, андрусовское перемирие будет. Более-менее удалось вот найти какой-то компромисс, или он, по крайней мере, казался возможным в отношении с казачеством, и Украина там раскололась на две части. Удалось в 1569 году остановить вот «Шведский потоп», который нам так хорошо известен по серии замечательных романов Сенкевича, и потом по соответствующим фильмам. И вот тут я обращаю ваше внимание, что на рубеже 50-х, 60-х годов значит, польская шляхта, ну как польская шляхта, ее идеологи ведут споры, нужно ли нам отказаться от либерум вэта. И вполне ясные, замечательные, светлые умы говорят, вы знаете, от либерум вэта, то есть от права одного шляхтища сорвать все решения и все ему нужно отказаться, потому что это вредит нашему государству. И вот против этого решения, значит, о том, что надо отказаться, выступает, в частности, такой, ну, образованный польский человек, по-моему, старосты был львовский, или каштелян, Александр Фредро, и пишет такое, значит, сочинение, которое прямо так посвящено о защите либерум вэта. И он говорит, вы знаете, наша политическая культура такова, что если мы, ребят, с вами откажемся от либерум вэта, мы откажемся от нашего все. Если у нас не будет либерум вэта, не будет уважения к свободе, не будет уважения, значит, к индивидуальным политическим программам, будет непременно деспотизм, а-ля Русь такой, и так далее, нужно либерум вэта непременно сохранять. Ну, и дальше, когда вы присматриваете к Александру Фредро, как он это аргументирует, он, с одной стороны, очень весомо аргументирует, он такой, значит, такой образованный человек, он говорит, ну, посмотрите, как это было в Древнем Риме, до императоров, конечно, посмотрите, как это есть в Венеции, посмотрите, как это есть в других, значит, таких республиках, да, как вот в Далмации, например, и мы должны так дело вести, и, говорит, самое главное, что мы знаем, что в нашем польском сообществе есть всегда какое-то количество мудрых, ответственных граждан, которые способны остановить неверные решения Сейма, когда они неверные, они способны обуздать вот эту такую сеймовую охлократию, если сеймовая охлократия начинает принимать неверные законы, мы, мудрые, значит, граждане, это остановим. И, разумеется, перед Александром Фредером возникает такой вопрос, такой, а как же быть тогда с королем, как вообще остановить вот этот вот развал, ну, или, по крайней мере, кризисной ситуации, если слабая королевская власть. И тут в его рассуждениях есть одна очень интересная вещь, а почему это вы говорите, что у нас слабый король? Посмотрите, как прекрасно вышло наше жечь посполит, наше королевство, наше монархия из всех этих кризисов, значит, 50-х годов. У нас есть монарх, у нас есть уважение к монарху, у нас есть монархия, и, соответственно, мы можем надеяться на то, и мы уверены в том, что сложившийся у нас строй есть едва ли не идеал. Ну, и, соответственно, когда подобного рода идеи мы с вами, значит, констатируем, вернее, не констатируем, а идентифицируем, видим, то мы дальше говорим, а как это, собственно говоря, все понимать, как это все квалифицировать, да? Вот мудрый ли, адекватный ли это подход к вещам, да? Не есть ли это пожертвование здравым смыслом, значит, в пользу каких-то мифологий, да? Не есть ли это какое-то иррациональное ослепление? И как совместить то, что очень образованные, знающие латынь, там, и традиции люди, вот способны прибегать к таким конструкциям, какие были, скажем, случаи с Александром Фредером? То есть, есть здесь какая-то драма, да? Вот есть люди, которые говорят, Александр, ты не прав, надо реформы. Александр говорит, я понимаю, что я не прав в том смысле, что нам нужно, конечно, укреплять государство, но мы не должны пожертвовать тем прекрасным, что мы накопили в нашей шлихетской республике. И мы как-нибудь выберемся дальше, как-нибудь будет все по-прежнему хорошо. Ну, то есть, здесь возникает вопрос, а вот что такое за политическая ментальность, я слово ментальность употребляю в строгом смысле слова, что такое идеология и, может быть, мифология, которая вот за этими реалиями скрывается. И тут я обозначаю только, не входя ни в какие детали, значит, одним словом, вот это явление, которое суммирует идеологические и вот эти самые ментальные реалии и тренды польской шлихетской культуры этого времени, который называется сарматизмом. Ну, как вы знаете, слово сарматизм, как догадываетесь, происходит от слова сармат, в который во времена Геродота там, так сказать, заселяли в Восточную Европу, и, соответственно, в польской общественной мысли уже в 15 веке появляется такая идея, во времена Яна Дугаша, что сляхтищи польские произошли не от славян, а они произошли от сарматов, которые пришли сюда, завоевали сламян, и, соответственно, вот польская сляхта или польское израство вначале, оно сарматское по своему этническому происхождению. Но это только начало истории, хотя тоже любопытно очень, потому что, понимаете, если вот вы, например, вот сидите и говорите, я сармат, вот я сармат, а вы все славяне, но то, что я сармат, делает меня много выше, чем даже наш хозяин Иван. Ну, вы же славянин, а я сармат. Это значит, конечно, ничего такого обидного в этом нету, но значит, что я как сармат имею право владеть землей, управлять государством, ну, а с Иваном мы или договоримся, что он будет мне служить, или если он не захочет мне служить, я его посажу в ермо крепостного права. Почему? Потому что он славянин, а я сармат. И обратите внимание, у меня сознание оказывается тоже какой-то такой немножко странный, такой причудливый, такой, так сказать, кудрявый, такой этнический, и Ивана, значит, тоже я в этническую категорию записываю. Я говорю, я могу господствовать над Иваном, потому что у меня один этнос, а у него другой этнос. Ну, я немножко сейчас вот развиваю, это просто обозначаю, вот что такое игра, такого рода ссылками. Но на самом деле, самое главное в этом сарматизме было вовсе не то, что шляхты малоцарматского происхождения, не то, чтобы это не брали всерьез, но было слишком много противопоставлений, возражений. А самое главное, что вот слово сарматизм мы, значит, употребляем вслед за авторами того времени, но главным образом уже больше по своему собственному почину, как слово, обозначающее целый ряд вот таких мифологем, которые касаются больше этого времени. Из этих главных мифологем была та мифологема, которая как раз защищала Александра Фреда. А именно, мы создали такое удивительное государство, лучше которого в мире нет. наш политический строй идеальный, да, шляхта, она сарматская, достойна того, чтобы владычествовать и избирать короля. Она мудра, она ответственна, она образована, конечно, другие должны ей слежить. Короля мы выбираем, право у нас прекрасно работает, новых законов нам не нужно, все прекрасно. Мы создали некий удивительный идеал монархия микста, настоящая монархия микста, не какой-то абсолютным доминиум, который там на западе, в каком-то там, в Мазариневском, там, в Париже и так далее, там, или во времена уже там молодого, там, Людовика XIV, да, у нас здесь настоящая смешанная монархия. Власть сословия делится с властью короля, мы его уважаем, конечно, до известной степени, он нас тоже уважает до известной степени, мы живем в такой гармонии. То есть, создается такая мифология, что все у нас хорошо и менять не надо, тем более, что мы выбрались из этого кризиса, значит, середины XVII века. Второе, что значит, знаете, мы шляхта, сарматы, по сравнению со славянами, у нас от природы есть какие-то достоинства, мы мудры, мы красивы, мы крепки, мы воинственные, мы ответственные, мы добродетельные, и дальше говорят, вот нам свойственна по природе какая-то такая череда добродетелей, мы, значит, из другого теста сделаны, чем остальные. Дальше говорится о том, что мы же на самом деле кормильцы всей Европы, недавно, как-то недавно время у нас была такая мифология, такая до 10-го года, что значит, энергетическая сверхдержава, тогда мы не просчитывали достаточно хорошо, что может быть сланцевая нефть, потом сланцевый газ, что вообще нефть через какое-то время, может быть, и не понадобится. Мы прибывали к иллюзии, что энергетическая сверхдержава будет продолжаться до бесконечности, и до бесконечности нефть будет стоить 130, 140, 110, это 170 долларов за баррель, это была такая мифология. У поляков здесь была мифология, что мы постоянно повставляем из наших фольверков, благодаря крепостному труду крестьян, которые любят трудиться на крепостной пашне. Любят они, потому что они для этого созданы Богом. И у них тоже какой-то кусочек остается. Мы поставляем, соответственно, зерно, лесные продукты, мачтовый лес. Мы поставляем это все на Запад. Запад без нас прожить не может, а мы получаем законную долю дивидендов, законную долю барышей. Это вот называлось шпихляши Уропы. То есть это буквально шпихляши по-русски это как вот ну как у нас по-сусеку, забыл слово с русской не сусеки, а вот амбар амбар Европы, амбар Европы. Наконец, поляки, разумеется, это еще антемурали крестьянитатис. То есть это некая такая оплот или загородка, или стена, защищающая, значит, христианскую веру от, значит, нехристианского мира. И действительно, вот середина 70-го, середина 17-го века дает, казалось бы, подтверждение этой мифологеме. Потому что против кого ведет борьбу в это время Речь Посполитая и ее шляхт? Против восставших православных казаков, против в союзе с ними выступающими мусульман-крымчаков, против протестантов из Бранденбурга, протестантов из Трансильвании, против православных московитов. Я сейчас не говорю о подникающих себе время еще польском антисемитизме, это, так сказать, побочный сюжет. То есть получается, что Польша здесь, и против шведов, разумеется, протестантского, да? То есть Польша защищает христианскую Европу от православных, протестантов, мусульман и все, достаточно, да? Соответственно, это антимурали крестьяне Татис, да? Ну и, наконец, вот просто мы создали какую-то такую вот удивительную, такую идиллическую жизнь, такую вот здесь, да? Мы достигли чего-то такого, чему все другие народы, все другие политические народы не могут не позавидеться. Ну, я об этом, так сказать, говорю с таким напором ироническим, потому что это, на самом деле, удивительный пример, когда политический класс, и довольно много там было образованных людей, да, погрузился вот в такие, знаете, вот воображения, в такие мифологии, в такую темноту определенную, вот мифология, да? Он поверил в какие-то иррациональные вещи, да, и не смог политический класс выработать никакой линии в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы и в 18 веке, вплоть до второй половины 18 века, чтобы вывести речь посполитую из этого грозящего ей кризиса, усилить государство там и так далее, да, сделать что-то с крепостным правом, чтобы противостоять кому? Противостоять бы Габсбургам, абсолютистской монархии, противопоставлять бы потом вот, значит, Фридриху Второму и его предкам, пруссакам, противопоставлять, противостоять России, например, да? То есть это вот кольцо, как бы оно так сжималось, конечно, стало ясно, особенно в 18 веке, но особенно, конечно, в 18 веке после того, как Петр Первый фактически оказался, ну, как, протектором над Польшей после окончания Северной войны, не штатского мира, то есть Петр Первый фактически оказался хозяином таким извне, присматривающим за польскими делами. Но и даже в это время, даже в 20-е, 30-е годы, вплоть до 40-х, 50-х годов, 16 века, вот эта польская политическая культура никак не может вырваться из этих тенет вот такого мифологического сарматизма. Почему это нам важно понять? Потому что это, вот в конце моем плане будет такой, как раз пункт, вот какие уроки общего характера мы можем вывести из истории Речи Посполитета, в том числе Белоруссии в ее пределах. Но то, что вот политический класс оказался во власти иррациональных предрассудков, он не выработал адекватного представления о том, как развивается мир и в том числе, что нужно делать. Но я тоже вот на вас посмотрю, сейчас скажу, я говорю во время, вы все потом, большая часть, станете консультантами в правительстве, в Министерстве национальных дел, в политических фондах, там, в журналах, там, в Академии наук. От вас через 10-15 лет я буду спрашивать, находясь на Питере, ну как дальше-то быть, что дальше делать, правильно? И вы должны будете объяснять это своим детям и своим ученикам. И вот от вас будет зависеть, по какому курсу пойдет не обязательно Россия, а вообще весь мир пойдет. Если вы найдете адекватное решение тех проблем острых, которые сейчас, значит, стоят перед нами всеми, то будет хорошо. Если не найдете, то может оказаться плохо, правильно? Но это я немножко обострелил, для того, чтобы поняли, что за драма стоит вот за этой политической культурой Речи Посполитой, про которую мы говорим. И я еще раз говорю, внутри всего этого находится наша, значит, удивительная, прекрасная страна – Белоруссия, я без иронии говорю. Мне, так сказать, как-то в Белоруссии даже теплее себя чувствую, чем в Украине. Ну, потому что в Украине я, правда, больше всегда времени проводил там по своим научным делам, особенно в западной части, особенно во Львове, конечно. Вот. Ну, вот в этой системе все и находится Белоруссия, да. И дальше вот вы думаете, а что такое вот эта шлихетская культура Речи Посполитой в ее влиянии на Беларусь. И вот в оставшиеся какое-то время я еще скажу, значит, буквально два-три слова, чтобы потом не забыть о белорусских. О том, что стоит в пункте 12 моего плана. Два особых сюжета. Ну, я начну с сюжета Б, а потом сюжет А, да. Вот, знаете, мы не понимаем, на самом деле, в какой степени гигантским для Речи Посполитой было потрясение, начавшееся в 1648 году. Сколько крови, сколько потерь, сколько конфликтов, сколько политических последствий, которые были совершенно непредставимы в 1848 году. В 1848 году совершенно было еще непредставимо увидеть, что впереди будет Переяславская рада и потом, соответственно, значительная часть Украины отойдет в состав России и что русская армия двинется на белорусские территории и захватит Вильню и так далее. Это было невозможно совершенно. Соответственно, к этому добавляется потом, я говорю, шведский потоп, все остальные и гигантские демографические потери, например. Вот если мы считаем к 1967 году потери по значительным территориям Речи Посполитой, в основном, конечно, за счет шведов и преднепровья, до третьего населения во многих регионах пропало, до третьего населения. Или ушло, или погибло, или погибло, соответственно, голодовок и так далее. То есть, это огромные демографические потери, хозяйственное разорение. Ну, а то, что нас обычно, конечно, как-то больше волнует, хотя должно волновать в меньшей степени. Это вот эта политическая перестройка. Вот я представляю, хочу вас представить. Вот я люблю студентов говорить... Мне сейчас вот на это буквально одну минуту. И если вы возьмете там... Вот Речь Посполитую в 30-е годы 17-го века. Значит, после того, как закончилась Смута, закончилось, было Диулинское перемирие, и, соответственно, какая-то территория, которая сейчас исконно российская, оказалась снова в Польше, а именно Смоленская земля. Правильно? И последний пункт на нашей территории был Вязьма. А потом уже Польша, да? И если мы при этом говорим, что Польша – это Европа. Я говорю студентам, сколько нужно было бы ехать часов на электричке, особенно если быстрая электричка, стандарт плюс, экспресс, да, чтобы доехать от Москвы до Европы, которая начинается в Смоленске. Сколько сейчас нужно, чтобы ехать до Смоленска на «Ласточке»? По-моему, 3-4 часа. 4, кажется. Сколько? 3. Ну, Смоленск уже Европа, понимаете? То есть, от нас, от Москвы до Европы в 30-е и 40-е годы было 3 часа хода на более-менее быстрой электричке, если, конечно, Польша и Речь Посполитая, и, соответственно, Белоруссия и Европа, да? Но что это значит? Это значит, что кто доминирует в Восточной Европе в это время в тех часах электрички от Москвы? Доминирует, конечно, Речь Посполитая. Она процветает, она богатая. У нее более-менее работает армия. Им кажется, что они реагируют отношения с казаками. У них они кормят всю Европу. Здесь утверждается снова нормальная такая католическая культура, и протестанты себя хорошо чувствуют. И потом это все рушится, понимаете? Вот надо объяснить, как так произошло, что вместо этого положения, когда Речь Посполитая действительно доминировала в Восточной Европе, через сто лет, соответственно, в начале XVIII века, она оказывается все более и более вытесняема на периферии. А дальше вы, разумеется, позволяете себе всякого рода такие построения. А что бы было бы, если было бы не так? Выросла ли бы Россия на этих пределах? Стала бы Белоруссия частью России? Стала бы Украина частью России? Стала бы Россия частью вот этого всего европейского пространства? Стала бы, в конце концов, СССР, Советский Союз, доминировать в этой части Европы в XX веке? Ну, конечно, мы заходим уже несколько далеко, но просто надо понять контраст между тем, что такое Речь Посполитая в Европе в начале XVII века и еще в 30-е годы XVII века, и тем, что такое Речь Посполитая в этой части Европы уже в 60-е, 70-е, 80-е годы XVII века. И, соответственно, вопрос, а что, собственно говоря, произошло? Вот что такое случилось? А случилось между этим вот это восстание под руководством Богдана Хмельницкого. И от этого пункта Б мы переходим теперь к пункту А. И тут начинают всякие драмы. Потому что, ну, упрощением, кажется, будет сказать, что восстание Богдана Хмельницкого есть последствия Брестской унии 1596 года. Хорошо. Но то, что оно как-то коррелирует с Брестской унией 1596 года, никакого сомнения не возникает. А Брестская уния, мы возвращаемся к проблеме нашей исторической памяти, то, что я анонсировал вот в объявлении. Брестская уния и униатство, или греко-католическая церковь, для нас, для большинства, это такое светлое явление, да? Это сближение с Западом, это приобщение к Риму, это приобщение к Латыни, это приобщение к юзистским коллегам. Это все очень здорово, на самом деле, да? И, соответственно, дальше я к этому добавляю то, что, может быть, вы знаете. Уния утвердилась в Беларуси, но лучше, чем она утвердилась в украинских территориях до известного времени. И, в конце концов, если сейчас вы пытаетесь проследить, где, скажем, в 19 веке влияние унии было сильнее, скажем, на Приднепровье, на Волыне, или даже в западной части Украины, или в Беларуси, вы иногда скажете, что было в Беларуси. Значит ли это, чтобы греко-католической церкви Беларуси приобщилась больше к западной культуре и так далее? Ну, до известной степени, значит. Но вот в этот контекст такой торжествующий я помещу, так сказать, одну, соответственно, ложку дегтя. И, может быть, оно у вас с чем-то еще ассоциируется. Потому что, когда я готовился к приемному экзамену Московского университета, соответственно, к основному экзамену по истории в нашей школе, у нас были, соответственно, билеты от Украины, восстание Хмельницкого. И тогда, когда мы, значит, должны были непременно рассуждать о том, что Украина страдала от тройного гнета социального, национального и религиозного, непременно мы должны были упомянуть, или, по крайней мере, хорошие ученики должны были упомянуть, что такое характерное произошло на белорусской территории в городе Витебске в 1623 году. Но поскольку вы уже живете в пост, далеко в постсоветское время, вы уже эти программы, значит, не осваивали. А в 1623 году в белорусском городе Витебске произошло что-то очень неприятное в ноябре. Сюда приехал сравнительно новопоставленный греко-католический униатский полоцкий архиепископ Иосафат Кунцевич. Иосафат Кунцевич обнаружил, что, несмотря на то, что прошло после Брестской унии уже, соответственно, сколько, 23 плюс 5, так сказать, 28 лет, почти 30 лет, да, здесь по-прежнему не поминают Папу во время богослужений, здесь вообще не знают люди, что на самом деле их православная церковь теперь является церковью, входящей в католический круг, здесь не знают, что такое чистилище, здесь не почитают святых, как должно почитать католическим святым, он на это все смотрит с большим таким возмущением, да, когда он там приехал в город Могилев, вот туда отогнали даже пушками, сказали, ты нам здесь не нужен, да, он приезжает в Витебск, начинает проповедовать очень горячо, жарко, значит, витебским горожанам и говорит, я хочу вас спасти от этой ереси, которая у вас до сих пор здесь, значит, находится, для того, чтобы вас спасти от этой ереси, я закрою храмы в городе Витебске, потому что там нет настоящей веры, горожане поохали, повздыхали, сказали, нехорошо, и на другой стороне реки Двины построили временные шалаши такие и стали молиться там, тогда Иосафат Кунцевич сказал, нет, это безобразие, дело не в том, что храмы такие и такие, дело в том, что нельзя молиться не так, как должно для спасения, и позвал городские власти, эти храмы были сожжены на то, тогда население пришло на двор Иосафата Кунцевича и устроило ему, надо сказать, очень печальную разборку, он был человеком очень мужественным, он вышел из своего дома и стал проповедовать, у него было уже такое прозвище Душехват, он блестяще проповедовал, но население восставшего зарубило, зарубило его ударом топора в голову, а потом бедного Иосафата Кунцевича, я говорю, конечно, немножко ернички, но просто происходило, его, значит, тело привязали ногами к лошади какой-то, проволокли по, значит, улицам и сбросили тело в двину, но это типичный, абсолютно характерный для Европы в это время религиозный бунт, то же самое вы наблюдаете в Нидерландах, то же самое вы наблюдаете в Германии, еще хуже вы наблюдаете на территории Чехии, то же самое вы наблюдаете на юге Франции, вот происходят такие страшнейшие вещи, тут ничего особенного в Беларуси, по сравнению с тем, что происходило, например, вот в городе Монпелье, который так сложился по моей жизни довольно хорошо знаю, здесь ничего такого не было, то же самое, что было в Монпелье в 60-е годы, в 16 век, а здесь это в 20-е годы 17 века, но что это значит? Это население почему-то вдруг восстало против унии, а потом то же самое происходит во время восстания Богдана Хмельницкого, население восстает против унии, и вот главный такой религиозный лозунг этого всего движения, значит, хотим ликвидировать унию на наших украинских казацких территориях, и расправы над унианским духовенством, а побочные над католическим духовенством были невероятно жестокими, и одновременно еврейские погромы и так далее. Возникает вопрос, а что же такое вот восстание под руководством Богдана Хмельницкого, когда мы видим в нем корреляцию с тем, что происходило в начале 17 века или в конце 16 века? Ну, я уже в ряде публикаций, но выдвигаю такой тезис, что весь накопившийся фонд сведений о том, что такое это восстание Богдана Хмельницкого, позволяет нам утверждать, что нам ничто не мешает это самое восстание Богдана Хмельницкого, чтобы называть религиозной войной. Ну и, соответственно, тогда перед вами вопрос возникает, а что такое Брестская уния и униатская церковь, к сожалению, для Белоруссии в 17 веке, и для Белоруссии потом в 18 веке, и для Белоруссии тогда, когда имперская российская власть стала ликвидировать здесь унию в 30-е годы 19 века. Ну, соответственно, это я просто обозначил, здесь вот некоторые драматические сюжеты из истории украинских земель в составе, вернее, белорусских земель и украинских одновременно в составе Речи Посполитой. И еще раз подчеркиваю, что это все вписывается одновременно в контекст определенной политической культуры. Даже то, что касается казаков, и то, что касается унии, были мудрые люди в польском правительстве уже в 20-е годы 17 века. Говорили, эта уния принесла нам много больше бед, чем радости, в частности, великий канцлер литовский Лев Сапегов. Писал так, короче, ну давайте бросим, давайте откажемся от этого. Куда после этого должен был обращаться Сигизмун III и, так сказать, весь его двор? Куда? К папе. А что папа на это говорил? Не на йоту. Потому что если мы сейчас отступим, значит, весь авторитет католической церкви будет поставлен под вопрос. И делают все для того, чтобы сорвать очередной один за другим подготавливающийся компромисс между православным духовенством и католическим духовенством, униянским духовенством в 10-е годы, особенно в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е. Ну, то есть, оказывается, что действительно есть основания говорить, что мы на территории Беларуси имеем дело, увы, с религиозными войнами. И кто здесь упрямее, и кто здесь хуже, кто здесь кровавее, кто здесь кровожаднее, это большой вопрос, да? Ну, и, соответственно, вот в этом смысле, получается, вот в Беларуси есть тоже, ну, не жертва, но есть предмет, приложение тех исторических сил, которые разворачиваются в Речи Посполитных. Ну, и от восстания Богдана Хмельницкого возвращаемся снова к собственным Беларусским территориям. И вот тут как раз я завершу тем, что я все-таки вот не хочу пожертвовать. Это вот, кто ж такие в это время белорусы и белорусы, да? Вот то, чем вы, видимо, должны будете удивиться. Ну, тут я буду заимствовать, значит, цитаты из источников, которые особенно замечательно ввел в оборот наш замечательный, великий просто историк Борис Николаевич Флоря. Вот в 1619 году, за четыре года до восстания в Витебске пишут о Кунцевиче. Люди, которые находятся в белорусских пределах, которые потом рассказывают что-то, значит, вот в съезжих избах. Ну, как раз вот, значит, про Кунцевича нарушили белорусскую веру, полоцкий владыка церковь запечатал. Некоторый в их ляцкую веру почати веровать велел, то есть хотел, чтобы церкви перешли в ляцкую веру, да? Вот, и, соответственно, люди белорусской веры снова среди казаков, снова люди белорусской веры рассказывали, что черкассы, значит, хотят биться за веру. Ну, и дальше, например, вот уже время восстания Богдана Хмельницкого. 15 июня 1648 года пленные казаки через брянских пушкарей, Федорского, Кольцова и кого-то еще, в Стародубе, то есть на южных рубежах России сообщили, что черкассы ходят войной в литовской земле и побивают ляхов и жидов, а белорусов где не побивают? Побивают ляхов, жидов, а белорусов где не побивают? Наше спонтанное чтение такого рода текста, что речь идет о том, что они ведут национальную борьбу, антисемитскую, антипольскую, а белорусов не побивают. Ну, украинцев здесь нет. А дальше мы читаем эти тексты, значит, в других контекстах и обнаруживаем, да? Что в тех, где государь в городах, запорожские и черкассы побивают только ляхов и жидов, а белорусов, государь и крестьян, черкассы не побивают, да? А белорусов опять не секли, а черкассы ходят войной по литовской земле, побивают ляхов и жидов, а белорусов не побивают, да? Ну, и соответственно, например, еще в июне уже, тоже в июне, да во многих городах, государь, польских городах, в Киеве и в Чернигове, и в иных городах от белорусов, в Киеве и в Чернигове, а от белорусов идет молва. Ну, я сейчас не буду более внимательно присматриваться к этим текстам, их очень много, на самом деле. Я вот давно своим студентам сватываю такую тему. Ну, давайте, займитесь всерьез вот этими документами, которые в значительной части ввел в оборот постоянно работающий в архивах Бориса Николаевича Флора. Но они там еще есть, и еще есть, и опубликованы есть. Разберите, что ж такое вот белорусцы, что такое черкассы, что такое лярская вера, что такое еврейская вера. И вы обнаружите очень интересную вещь, что у нас есть в девяти случаях из десяти большая и меньшая уверенность, что за словом белорусцы стоит что? Почувствовали что? Что? Стоит просто православие, да? Причем это не так, что у каждого белоруса должно быть православие. А просто слово «белорус» почему-то обозначает православие. И говорится «белорусская вера» не в том смысле, что у белорусов есть православная вера, а в том, что белорусская вера – это просто православная вера. А дальше вы к этому добавляете русская вера еще. Русская вера, нам кажется, и многие говорят, что русская вера – это просто православная вера, но не православная вера русских или русинов или русских, а просто православные. Но я сейчас не буду развивать, тем более, что время уже позднее, потому что тема-то большая, а время позднее. Вот один из уроков, в который мы сегодня это извлекаем, уже такой урок, собственно, исследовательский. Я очень рад, что у нас здесь студенты сегодня есть, может, мне удастся наконец в новом поколении соблазнить студентов, сказать, ну давайте займитесь, идите в архивах, когда эпидемия кончится, эти документы на поверхности лежат, все обобщайте, разбирайтесь. Вот один из уроков, что наше с вами белорусское прошлое, украинское белорусское прошлое в соединении, они нам показывают, что надо что-то такое кардинально менять в наших представлениях о том, что такое конфессия по отношению к национальности, или по отношению к эстине, не к национальности, а конфессии к этносу, в эту эпоху, в этих источниках, которые в Восточнославянской находятся среди. И там огромные перспективы интересные, надо посмотреть в то, как понимается Святая Русь, в то, как понимается Московское царство, в то, как понимают византийцы себя как ромеи, почему-то они как греки, огромное количество интересных вещей. Это один из уроков таких, да? Ну вот другой урок, наверное, возвращаясь к тому, что все это касается религиозных сюжетов, понимаете, ну надо признать, что религиозные противоречия между православием и католицизмом в 17 веке в Восточной Европе были настолько острые, что, в общем-то, мало что нам мешает говорить о том, что это были религиозные. И третий урок, понимаете, это вот то, что я особенно акцентированно, особенно, так сказать, последовательно сегодня подчеркивал. Ну вот польская политическая культура, шлихетская демократия, как ее такой корона, да, это нам прекрасный урок того, что бывают в истории таки мифологии, да, иррациональные конструкции в решении политических вопросов, да. И, соответственно, мог бы быть обоснован тезис, что Польша и Беларусь вместе стали клониться к упадку во второй половине 17-18 века, потому что они не могли выбраться из этой иррациональной мифологии политического мышления. Я завершу одним оптимистическим и таким, в общем, в хорошем смысле таким, патриотическим. То, что я вот наблюдаю, я студент, конечно, говорю, я вот регулярно слушаю все такие радио западные, ну, в Ютьюбе, вернее, не радио, английские, французские, иногда другие, ну, нарастает такое иррациональное откатывание от России. Россия сейчас предстает опять немножко в средние века, когда была охота на ведьм, так сказать, вера в то, что ведьмы летают на шабаш, что ведьмы летают на шабаш, непременно из Москвы в Петербург и обратно, понимаете. Но мне это поражает, да, это нарастание вот этого иррационализма в том, как хорошие журналисты, политики, ученые, выступающие на форумах, вот говорят теперь одну за другой какие-то ерунды, не только в контексте последних событий, а вообще, так сказать, но вот просто не понимают, на самом деле, что происходит на просторах бывшего СССР, понимаете. Мне это очень обидно. И, соответственно, это может быть вот тоже рефлекс или как отражение такой вот мифологии политической, которая присутствует в данном случае, в образованных кругах, в политическом классе некоторых любимых нами западных стран, вроде Франции, например, которой мне больше всего известно, но Америка, которая сейчас настолько прозрачна, что просто иногда лучше бы она не была настолько прозрачной, потому что многое было бы не видно из того, что лучше бы не видеть в политической культуре современного, увы, американского политического класса. То есть этот третий урок состоит в том, что вот в Польше мы имеем дело с этими иррациональными конструкциями в политической ментальности, именно в ментальности, а не в теориях, которые нашей Польши, в том числе и Белоруссии вместе сильно повредили. Ну вот на этом я, собственно, завершаю. Спасибо за ваше внимание. Я не знаю, есть у нас время, хоть какие-то вопросы или нет. Получилось ровно полтора часа. Да, к сожалению, мы уже должны заканчивать. Так что, если у кого-то есть вопрос, который его прям вложит, я думаю, Михаил Владимирович может индивидуально будет задать. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович, за прекрасный объект. Поро. Я думаю, что я вас попрошу еще провести, потому что очень мне понравилось. Да, я не исключаю, что это возможно. Спасибо большое за внимание. И будем ждать основа у нас в эссе. Спасибо.